На балансе денег нет, но никто из инвесторов вложенные деньги не потеряет, заверяет Андреас Картрут, создатель проекта TronChain. В данном видео мы обсудим ситуацию в проекте TronChain и что Андреас Картрут планирует делать дальше. Продолжение следует... ...баланс снова стал расти, но это был временный всплеск и, собственно, баланс стал падать и дальше. Андреас Картрут, как основатель проекта, попытался стабилизировать баланс путем введения блокировки вывода для тех аккаунтов, которые уже заработали прибыль. Те аккаунты, которые еще не вышли в безубыток, то есть не выведено столько денег, сколько вложено, для тех вывод вроде бы сохранялся. Но, конечно, эта ситуация, такая блокировка вызвала определенный резонанс и негатив, потому что, если это не прописано в условиях смарт-контракта, попытка блокировать выводы средств привела к тому, что только усилила панику. В частности, перед Новым годом Андреас Картрут сам провел вебинар, на котором сказал, что данная блокировка принесла больше вреда, чем пользы. В частности, он пожаловался, что участники конкурирующих проектов на смарт-контрактов, аналогичных Трончейну, стали обзванивать инвесторов Трончейна и предлагать им помощь в выводе средств. То есть, как оказалось, что, несмотря на эту блокировку, из смарт-контракта все-таки можно вывести средства. То есть, эта блокировка элементарно обходилась. И поэтому, буквально через день или два после того, как блокировка была введена, ее пришлось быстро убрать, потому что, как я уже сказал, Андреас Картрут оценил введение этой блокировки неудачной попыткой, что вреда от нее больше, чем пользы. И паника только усилилась. И, как мы видим, последующие события показали, что даже снятие блокировки в целом ситуацию не улучшило. Потому что, как баланс начал падать, так он и продолжал падать все последующие дни. И вот сегодня, 3 января 2021 года, баланс уменьшился до нуля. То есть, в кассе денег нет. Если мы заходим на главную страницу трончейна, мы видим, что на балансе сейчас ноль. Также был предусмотрен специальный страховой фонд, средства из которого, по задумке Андреаса Картрута, должны были пойти на компенсацию потерь тем, кто не успел выйти в безубыток. Если мы переходим по адресу данного смарт-контракта, если мы посмотрим график данного страхового фонда, то мы увидим, что, во-первых, страховой фонд был создан только 15 декабря. Первые операции начались. Фонд на протяжении декабря пополнялся. И на своем пике максимальная сумма составляла 13 млн. 212 897 тронов. Но, как мы видим, собственно, за последние несколько дней эта сумма, эта касса была полностью опустошена. То есть, средств в страховом фонде, как видим, на данный момент тоже нет. Получается, что на балансе в данный момент денег ноль. В страховом фонде также денег нет. Но Андреас Картрот заверяет, что все, кто не успел выйти в безубыток, в итоге получат компенсацию. Андреас опубликовал следующее сообщение в официальном чате Трончейна. Я представляю вам перевод на русский язык. Важное сообщение для сообщества Трончейн. Это печальный день, так как баланс Трончейн упал до нуля. Но на протяжении последних дней мы видели, что события идут именно к этому. Нет необходимости бурно обсуждать в группе, когда ситуация в целом ясна. Во-первых, каждый, кто не получил 100% от общей суммы депозита за все время, сможет со временем получить возмещение страхового фонда. Каждый получит возмещение, даже если по смарт-контракту не имеет на это право. Вот это последнее предложение, я думаю, нуждается в дополнительных разъяснениях. Как получить возмещение, даже если по смарт-контракту человек не имеет на него права. Но я думаю, что Андреас Картруд предоставит более детальные разъяснения позднее. Мы будем ежедневно выделять проценты от доходов экосистемы Эклипсити в страховой фонд Трончейн до тех пор, пока каждый не восстановит свои убытки. То есть, если кто-то задается вопросом, а как я могу получить компенсацию, если в страховом фонде денег нет? Вот и ответ на данный вопрос. То есть, та экосистема, которая создана, Эклипсити, она уже дает прибыль на данный момент. И вот эта прибыль будет постепенно перечисляться в страховой фонд. Из этого страхового фонда те, кто не уж вышел еще в безубыток, они постепенно будут получать компенсацию. Еще раз подчеркиваю, пишет Андреас Картруд. Если вы за время действия депозита получили меньше, чем вложили, вы сможете получать выплаты из договора страхования по мере его пополнения. Возможно, вы не получите компенсацию сразу, но в конце концов каждый получит свои средства обратно. Ну, то есть, Андреас имеет в виду, что, конечно, компенсация будет не мгновенная и не всем сразу, но постепенно, по мере наполнения страхового фонда. Сколько времени это займет? Вопрос, конечно, интересный. Ни один другой смарт-контракт или админ так не делал. Они никогда так не делали и никогда не сделают, но мы отличаемся от остальных. Ну, здесь Андреас немножко приукрашивает, потому что в истории проектов бывали случаи, когда админ все-таки тем, кто не успел выйти в безубыток, выплачивал компенсацию. Поэтому я бы не стал на месте Андреаса вешать себе медаль на грудь. Но в любом случае, если Андреас действительно выполнит то, что он здесь рассказывает, что это не просто какие-то голые утверждения, а он подкрепит свои слова делами, ну, я думаю, это будет замечательно. И, собственно, все сообщество TronChain его в этом только поддержит. Проявите терпение, и вы сможете подать заявку на компенсацию. Новая, модифицированная и улучшенная версия TronChain будет запущена через несколько дней. То есть, готовится к запуску новый смарт-контракт. И, кстати сказать, вот эта попытка удержать баланс перед Новым годом получилась неуклюжей, просто потому что эта попытка блокировки вывода была искусственной. То есть, это не было прописано в смарт-контракте, а блокировку постарались сделать на головном сайте TronChain. Но, мое мнение, что качественно сделанный смарт-контракт, вот эти вот моменты стабилизации, их нужно делать, закладывать прямо в сам смарт-контракт уже на старте. И как раз Андреас и пишет, что в новом смарт-контракте они предусмотрели механизмы стабилизации. Читаем. В протоколе новой версии будут предусмотрены механизмы, которые позволят предотвратить то, что произошло в TronChain 1. Ну, это я уже так назвал. TronChain 1, по аналогии с компьютерными программами версия 1, версия 2 и так далее. Где люди создают мульти-аккаунты, чтобы вывести больше, чем положено. А также манипулируя лимитами на депозиты, чтобы выиграть в дневном пуле и вывести больше средств. Ну, то есть, получается, в новом смарт-контракте они постараются как раз вот эти моменты негативные убрать, чтобы стабилизировать работу. В новом смарт-контракте также будет внедрена функция, которая позволит корректировать ежедневную доходность в соответствии с изменениями баланса и ростом сообщества. То есть, смотрите, если в первом TronChain доходность была фиксирована 1% в день и неважно, насколько увеличилось сообщество и баланс за текущий день, растет баланс, падает, неважно, всегда 1%. А это, ну, наверное, не совсем правильно. Да? Так вот, как раз получается из этого абзаца, что будет внедрена функция, которая позволит корректировать ежедневную доходность в соответствии с изменениями баланса и ростом сообщества. То есть, доходность будет гибкой. Если сообщество выросло больше, значит, прибыль больше. Если баланс вырос меньше или вообще падает, значит, и прибыль будет меньше. И, на мой взгляд, это вполне разумный шаг. Он как раз позволит обеспечить большую стабильность проекту. Дальше. Страховой фонд будет внедрен с самого начала. Как мы с вами посмотрели, в TronChain 1 страховой фонд был запущен, по сути, только в середине декабря. То есть, можно сказать, уже под конец, когда уже баланс постепенно стал снижаться. Вот. Здесь же страховой фонд будет создаваться с самого начала. С самого первого дня в сообщество будет идти дополнительная прибыль от Eclipse DeFi, Eclipse Debit Card, Eclipse Games, Eclipse Services. То есть, вот эта экосистема, которую Андреас Картрот на протяжении полугода создавал, она уже создана, и она начала приносить прибыль. И как раз вот эта прибыль будет тоже перечисляться, скажем, эта прибыль также будет добавляться именно в доходность TronChain 2.0. Часть доходов от Eclipse, а также отчисления админов TronChain 2.0, мы будем использовать для пополнения страхового фонда в TronChain 1.0. Опять же, цифры TronChain 2.0 и 1.0 – это моя придумка. Андреас так не писал, но я считаю, чтобы не писать каждый раз там старый TronChain, новый TronChain для удобства. Это позволит всем действующим партнерам со временем выйти в безубыток на 100%. На мой взгляд, план вполне рабочий. И, собственно, за время существования проект TronChain показал, что у Андреаса Картруда и его команды есть достаточно ресурсов, знаний и желания в общем-то все постепенно воплощать в жизнь. Потому что действительно дело ограничилось, не ограничилось только созданием смарт-контракта, а по сути создана целая экосистема. И поэтому, в общем-то, мне кажется, что все вполне реализуемо. Новый улучшенный смарт-контракт позволит выполнять ту задачу, для которой он был создан. Обеспечивать устойчивую финансовую модель на протяжении всей жизни и так далее. То есть даже там используется выражение «всей жизни». Ну, насчет «всей жизни» не знаю, конечно, насколько это реалистично, но время покажет в любом случае. По крайней мере, мы видим, что у Андреаса амбиции достаточно высокие. Это позволит всем участникам TronChain 1.0 вернуть 100% своего вклада по мере того, как мы продолжим осуществлять свою миссию. Экосистема Eclipsity спроектирована и разработана с целью создания безопасного сообщества для пользователей во всем мире. И она будет продолжать выполнять свою роль. Мы стремимся создать справедливую и устойчивую модель, способную поддержать миллионы людей во всем мире. Мы – сообщество, объединенное общей идеей. Вместе с командой Eclipsity будем получать доход из разных источников, которые будут пополнять фонд нашего сообщества. Мы не собираемся сдаваться, мы попробуем еще раз. И на этот раз постараемся все сделать правильно. Давайте объединимся и поддержим друг друга. Вместе мы можем создать такое сообщество, к которому стремятся люди. Уже сейчас мы вместе создаем культуру этого сообщества. Собственно, еще на самой первой презентации, которую я услышал от Андреаса Картруда, я ему тогда задал вопрос. Именно относительно долгосрочности проекта. Потому что мы все понимаем, если проект построен просто по принципу «первые зарабатывают за счет последующих», то, несмотря на все математические раскладки, рано или поздно этот проект закончится. Но если к этому проекту будут добавлены какие-то дополнительные источники дохода, где собранные средства будут действительно инвестироваться и работать в разных областях экономики, то такой проект может оказаться действительно долгосрочным и работать годами. И, в общем-то, мне кажется, что TronChain 2.0, назовем его так, если это все будет реализовано, будет двигаться в правильном направлении. Ну, а насколько в итоге это окажется долгосрочным, это уж покажет время. Запуск новой версии проекта TronChain состоится через несколько дней. Соответственно, те, кто хочет поучаствовать в новой версии, то оставайтесь на связи, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Global Star Club. Возможности безграничны.